Всем привет! Сегодня еще хочу немножко добавить о молоке камерунских коз. Чешу трошки. У камерунских коз абсолютно нет запаха козьего молока. Оно у них идет более жирное. Если же у вас, допустим, есть, чувствуется запах козы, то это, скорее всего, вы взяли нечистую породную. В каком-то поколении коза была сведена либо с козлом какой-то другой породы. Это тоже могут быть, допустим, породистые, как нубийские козы, или еще альпийские, занианские. Очень часто люди смешивают камерунских коз и обычных коз для того, чтобы удой был больше, было больше молока. Возможно, вас там обманули и были какие-то смеси, может быть, один раз, может быть, это было случайно, когда просто погуляла коза с каким-то козлом. Такое возможно. Потому что у чисто породных камерунских коз запаха вообще нет. Его, в принципе, нет и не будет. Если придерживаться всех правил разведения, то запаха никогда не будет. Это чистое, идет вкуснейшее сливочное молоко. Из этого молока можно делать тибетский молочный гриб. он получается очень вкусным и в разы полезней. Милашка, ты пришла ко мне, да? Пришла? Пришла моя милашка? Милашка, мамашка, совсем свою дочу не любишь, да? Совсем не любишь, бодает свою дочечку. Вот это вот ее дочка. И она ее постоянно бодает. Бодает она ее, такая плохая мама, плохая. Так, молоко. Из козьего молока камерунского можно, в принципе, его можно использовать как любое другое молоко. Коровье, козье, неважно. Из него делают сыры. И сыры получаются намного жирнее и сытнее. За счет того, что молоко камерунских коз, там, 5-6% жирности. Такого нет ни у козы, ни у какой-либо другой породы, ни у каких-либо коров. Оно самое жирное. И сыры получаются значительно сытнее и жирнее. И, по-моему, она немножко получается больше. За счет того, что больше жирность, больше идет этих сливок, по-моему. И масла получается, объем масла немного больше. Но это точно я не знаю, потому что сама я этим не занималась. У нас только одна коза сейчас дает молоко. Поэтому, соответственно, молока немного, чтобы экспериментировать. Творог можно делать. Творог тоже получается очень вкусный. И детям очень хорошо, потому что, знаете, как обычно бабушкам отправляют родители детей. И за лето на козьем молоке дети вырастают. Точно так же идет с камерунским. Если давать деткам, неважно там. По возрасту, конечно, все-таки я не скажу. Но, к примеру, мы даем своему ребенку, ему там 5 лет, то реально так видно, что ребенок поправляется, так больше растет. Ну, оно же очень полезное. То есть постоянно так попить молоко. Либо в кофе, если мы там пьем в кофе, в какао, добавляем это молоко. Ну, и просто так пьем. Можно мороженое с него делать. Тоже получится очень вкусное сливочное мороженое. Белка. Вылитая мила. Вот это вот такая козочка пузатая. Самая пузатая. Наверное, ешь больше всех. Вот. Поэтому, как бы, вкус молока, про вкус молока еще хочу сказать, он зависит от того, чем вы кормите козу. И, соответственно, если хорошо кормить много зелени, сена, то удо и молока будут больше. Привет. Смотришь на меня. Удо и будут больше. Если коза наелась много люцерны, много полыни, либо какой-либо такой травы, которая дает горечь, латук, по-моему, тоже горьковатый, соответственно, молоко будет горькое. Причем оно будет не просто, вы раз подоили оно горькое, оно может быть горькое 2-3 дня. Если вы, допустим, взяли козу молоко горькое, то, может быть, хозяева просто чем-то накормили, либо сама коза пошла поела. Такое тоже, возможно, наелась какой-то травы. Соответственно, давать морковку можно. Если много морковки, тогда молоко будет сладкое. И, соответственно, будут полезные вещества, там, каротин от морковки. Заряна, что ты там делаешь? Трется, трется, уже скоро завалят все. Все пообгрызали. Деревья старые, доски, они обгрызают их вообще. Так, если же, обязательно нужно давать кальций, чтобы рожки росли, копыта были хорошие у них. Что ты смотришь? Ну, что ты смотришь, смотришь? Привет! Потом, по поводу еще доения, то раздаивают коз, как и обычных коз, там, по первородке, когда рождаются. Вот у нас Мила была первородка, то я ее ходила, доила по, ну, каждые где-то 3-4 часа, по чуть-чуть она давала молока. Да, Заряна наша, она не дуется, но когда мы ее брали, нам сразу сказали, что она не подпускает к вымени. Это вот эта Заряна, в принципе, она у нас мать практически всех детей. Вот, вся от нее, она глава, всех гоняет, на всех вообще, не любит она, в общем, скажем так, никого, кроме своих деток, которые сейчас ходят при ней. Потому что вот эти вот две девочки, они тоже, Заряна их родила, но как только отлучаются от козы, они забывают запах, с кем жили, и уже начинается неприязнь. Они начинают водаться, они начинают ругаться, и если в маленьком пространстве, то они попадают друг в друга. Заряна даже когда-то Миле повредила вымя, пришлось использовать мази, чтобы опухоль спала. Вот, было и такое, Заряна боевая девочка у нас, в общем. Ну, в принципе, не знаю, про молоко вроде бы я все сказала, очень полезное, как бы, ну, просто, что его дают, если вы хотите там заниматься глобально сырами, чтобы на все это хватало, то нужно больше, больше коз, потому что одна коза может дать максимум 2 литра, это если ее хорошо раздаивать, а вообще они дают литр-полтора, вот так вот. Соответственно, много не поделаешь всяких вкусняшек. Можно в этот, в кондитерку я использую, там, если торты, пироги какие-то, ну, вообще в кулинарии это тоже очень хорошо, я всегда использую молоко камерунской козы. Получается тоже вкусно, все, тесто подходит, все выпекается, сладкое. В общем, вот так вот, да. Одинаковые, я уже иногда их путаю. Такие вот, такое вот вымя у Милы, это она единственная коза, которая доится, хотя я думала, она не будет доиться, потому что, когда мы ее взяли, она вообще не подходила, ее погладить невозможно было. Мы взяли их у людей, которые, ну, они были просто как декоративные козы. Ну, хорошо, что, как бы, она после родов приняла меня, разрешила мне доить ее, все. А зря она вот такая коза, которая не дает себя доить. Так, ну, в общем-то, в принципе, может быть, я, конечно, что-то и упустила, но, по-моему, все про молоко еще добавила. А, соответственно, если много капусты давать, будет такой капустный запах, ну, все зависит от кормления. И если же есть запах, то, значит, это нечистая порода, нечистая. Были какие-то, может, один раз, ну, но бы была, была примесь. Она, может быть, даже, знаете, родила, просто раз погуляла, но не забеременела, но все равно останется след козла. Запах козла, он все равно может остаться. И, соответственно, будет такой небольшой запах козы в молоке, ну, и в мясе потом. Так, не самое приятное, в общем. Так, ну, в принципе, на этом все. Ставьте лайки, спасибо за внимание.